В эфире телеканал ННТ Новости Дагестана. С вами Ларьяна Шамхалаева. Здравствуйте. И вначале коротко о том, что для вас подготовили я и мои коллеги. Национальный колорит республики во всей красе. В Ботлихском районе прошел традиционный фестиваль «Андийская бурка». В Дагестане есть свое кино. Студия 136 приступила к съемкам очередного полнометражного фильма. О чем же лента, расскажем в выпуске. Десять медалей различного достоинства. Дагестанские тейквондисты успешно выступили на Сурдолимпийских играх в Уфе. Ребенок умер в Дагестане после падения с велосипеда. Трагедия произошла 30 июля в селе Тинит Табасаранского района. Мальчик 5 лет, катаясь на велосипеде, упал и ударился головой. По пути в близлежащее медицинское учреждение в селе Бурганкент мальчик потерял сознание и скончался. Прибывшая на место скорая помощь констатировала смерть ребенка. По данному факту, Следственный комитет по республике Дагестан проводит проверку. В Махачкале прошел молодежный фестиваль, организованный одной из телекомпаний республики. На спортивной, гастрономической, мультимедийной, этнической и других тематических площадках была представлена продукция от производителей из Дагестана и Чечни. Благотворительный фонд «Инсан» принял участие в фестивале с доброй миссией. Площадка фонда была развернута для сбора средств маленькому халиду с диагнозом ДЦП. Акция получила название «Плов добра», где все участники, приобретающие плов, приготовленные на фестивале профессиональным поваром, участвуют в сборе средств на реабилитацию больному ребенку. Также в дни фестиваля фонд «Инсан» организовал для детей развлекательные шоу, игры и викторины. День обжорства наступил в Махачкале. Все, кто обретал сегодня плов, все понимали миссию этой акции. Многие люди даже просто давали тысячу рублей, на тысячу рублей брали порцию плова и просто говорили «раздайте людям». То есть сами даже не ели, а понимали, для чего это делается, чтобы сделать доброе, благое дело. Поэтому мы всем говорим большое спасибо, кто принял участие, скажем так, в акции «Добра» от благотворительного фонда «Инсан». В Ботлихском районе на озере Казиной Ам состоялся фестиваль традиционной культуры и фольклора «Андийская бурка». В нем приняли участие творческие коллективы и хореографические ансамбли разных районов Дагестана. Национальный колорит оценила и моя коллега Патимат Ханапова. Вдоль живописного озера гостей встречают десятки майданов сельских поселений. Здесь лишь небольшая часть истории Ботлихского района. Старинные экспонаты, домашняя утварь, орудия труда, музыкальные инструменты и национальная одежда. Более 200 самобытных артистов, представителей различных фольклорных коллективов и хореографических ансамблей. Танцоры и певцы подарили зрителям яркую и зажигательную концертную программу, зарядиться энергией, от которой не помешал даже дождь. Но самым главным атрибутом праздника, конечно же, были бурки. Фестиваль собрал большое количество гостей и был представлен зрителям в красочном национальном колорите. Все театральном оформлении. Всем участникам фестиваля были вручены памятные подарки, кубки и грамоты от Управления культуры района. Ватима Таханна, Павода Уткасанов, Новости ННТ, Ботлихский район. В историческом парке «Россия. Моя история» открылась выставка работ члена Союза художников России Игоря Хоранько. Выставка является частью мультирегиональной инициативы Росреестра «Соединяя пространство», в которой участвуют все регионы Северокавказского федерального округа и Луганская народная республика. В рамках выставки художник даст мастер-класс для детей по живописи. Выставка продлится до 15 августа. Завершится акция в Луганске. Проект основан на том, чтобы дарить красоту детям, соединяя пространство. После этого дарю работу республике и конец всей этой проекта, чтобы подарить. Я дарю 25 работ, буду дарить в Луганске. В Махачкале начались съемки полнометражного художественного фильма «Дагставщик». Это уже пятая масштабная картина на счету молодой дагестанской компании «Студия-136». Уникальна кинолента уже тем, что в ее создании участвуют сразу два режиссера. В первый съемочный день на площадке побывали и наши коллеги. Им слово. Площадка оборудована, массовка потихоньку прибывает, а актеры проходят последние приготовления. Это первый съемочный день нового дагестанского фильма. В основе сюжета яркие приключения простого доставщика Даниэла, который любит высокую скорость и свою невесту по имени Биби. Но девушка его сердца, как и принято в Дагестане, выйдет замуж только после согласия ее отца. А он по сюжету суровый начальник тюрьмы. Некоторые характерные черты героев фильма, как оказалось, свойственны и самим актерам. Ну, единственное, что меня связывает с героем данной картины, это умение водить, наверное, транспортные средства, больше ничего. Потому что мне немного бывает сложно читать чужой текст. Поэтому определенные сложности с этим были, и мне приходится как-то в этом плане чуть дорабатывать. По сценарию мне показалось, что она близка со своей семьей. Мама, папа, это сто процентов про меня, потому что у нас очень тесная связь всю жизнь. Но чем мы не похожи, это тем, что она два года терпит человека, который кормит ее обещаниями. Комедия обещает быть не только смешной, но и поучительной. Авторы киноленты постарались проработать сценарий под дагестанского зрителя, учитывая менталитет родного региона. В республике они первые в том плане, что они решили объединиться. И это сотрудничество даст, я думаю, серьезные плоды, потому что это та комедия, которая просто насыщена дагестанским юмором. И тонко преподнесены нравственные моменты, о которых мы хотим сказать, ну, может быть, с других трибун. А здесь вот так, через интертеймент, через развлечение, подавать нравственность, я думаю, что это очень круто. Работа над реализацией проекта ведется усилиями сразу двух режиссеров. Из такой необычной связки они хотят извлечь только выгоду и привнести в совместный фильм опыт, наработанный лично каждым. Плюсы вы видите или, наоборот, сложности от совместной работы? Может, конфликт интересный? Нет, только-только плюсы, потому что здесь молодость и креатив, ну, и немножко жизненный опыт. Когда вместе мы соберем, я думаю, что-то должно интересное и полезное получиться. Мишалам. Мишалам. Какие вы главные правила для себя вывели? Какие проблемы сможете избежать в этом фильме? Ну, и насчет проблемы избежать, я не знаю, нам, как говорится, мы не волшебники, только учимся. Вот, поэтому определенный опыт есть, у Ибрагима есть даже побольше. Я еще самый первый съемочный день свой вывел такое правило, что никакого негатива. То есть эмоции, все за кадром, максимально позитивнее. Вот, все отношения выяснят только после уже того, как уже съемки завершились. Это мое первое правило с актерами. А так, таких правил у нас, можно сказать, на каждой съемке какие-то правила у нас возникают, потому что опыт, опыт приходит. Приятным дополнением фильма будет участие в нем всеми любимых дагестанских артистов Юсупа Амарова и Зайнап Махаевой. Выход киноленты планируется в начале следующего года, а уже в завершение 2023 года кинокомпания планирует порадовать зрителя двумя громкими премьерами – комедия «Однажды в Дагестане» и драма «И все и сразу». Большие экраны ждет качественный дагестанский контент. Карим Даниев, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. И в завершении выпуска о спорте. Зарядка с чемпионом на городском пляже Махачкалы продолжается еженедельная утренняя акция. Очередным приглашенным гостем стал чемпион мира по рукопашному бою Шахрудин Абдурахманов, который провел тренировку для столичной молодежи. После зарядки управлением спорта администрации Махачкалы совместно со студенческим спортклубом ДГУ было организовано соревнование сап-серфинг. Игра на воде с сапами не только предлагает физическую активность, но и создает незабываемые моменты, исполненные волнения и радости. В ходе упорной борьбы и гонки победители определили в трех разных номинациях. В одиночном заплыве первым стал Амин Шейхов. В командной эстафете лучшим признали клуб Сап Рейнджерс. А в командной планке успех сопутствовал красным войнам. Я часто говорю, что утро, начинающееся в 6 утра, не может быть добрым. Но смотря на ваши лица, на ваш запал, я забираю свои слова обратно. Это соревнование на самом деле, мы знаем, как САПы пользуются спросом, интересом среди молодежи, среди нас всех. И актуальность этого соревнования, наверное, никто не может оспаривать. Я еще раз приветствую вас от имени главы администрации города Махачкалы Юсупа Джамбековича Умауова. А дагестанские тейквондисты завоевали 10 медалей на летних играх сурдолимпийцев в Уфе. Из общего количества завоеванных наград у нашей сборной 4 медали высшей пробы. Их обладателями стали Абдурахман Сагидов, Шамиль Исаков, Замира Шахамадова и Мадина Сатушиева. Также в активе команды 5 серебряных и 1 бронзовая медаль. В соревнованиях принимали участие спортсмены из 30 стран в 21 виде спорта. Этот форум стал альтернативой сурдолимпийским играм, которые прошли в 2022 году в Рио-де-Жанейро без участия российских спортсменов. И на этом выпуск завершен. Я, Лориана Шемхалаева, с вами прощаюсь. Смотрите наши новости также в социальных сетях. Всего доброго и до скорых встреч в эфире.